Падающие нефти предрекли 100 долларов за баррель. Падающие нефти предрекли 100 долларов за баррель 8 часов. Reuters, Lucy Nicholson. Нефти у берегов Калифорнии, США. Reuters, Lucy Nicholson. Москва, 30 апреля новости. Наталья Дембинская. В текущем году цены на нефть превысят 100 долларов за баррель предсказывают в Bank of America Merrill Lynch. Причина увеличения спроса на сырье из-за новых правил для морских судов. Об этом же предупреждают и в британском Barclays, ссылаясь на санкционную политику США. Вопреки заявлениям Трампа о необходимости снижения котировок нефти, Вашингтон делает все, чтобы этого не случилось, констатируют аналитики. Твиттер как последняя надежда. Brent упала ниже 71 доллара за баррель. Так рынок отреагировал на твит Трампа, заявившего, что он якобы обсуждал с представителями Саудовской Аравии и других нефтедобывающих страну увеличения добычи. Все согласились, утверждает американский президент. РИА Новости, Сергей Гунеев, президент США Дональд Трамп. РИА Новости, Сергей Гунеев, президент США Дональд Трамп. В этом, правда, усомнился Владимир Путин. Маловероятно, что Саудовская Аравия вышла из сделки в одностороннем порядке, поскольку РИА был инициатором этих договоренностей и привлечения к ним России, отметил президент. Мы ведь по нефти почему согласились работать вместе с саудитами и другими нашими друзьями из ОПЕК? Потому что тогда нужно рынок было сдержать, нужно было проводить какую-то согласованную ценовую политику, напомнил Путин. РИА Новости, Валерий Мельников, президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам участия во втором форуме международного сотрудничества «Один пояс, один путь в Пекине». 27 апреля 2019 года. РИА Новости, Валерий Мельников. Президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам участия во втором форуме международного сотрудничества «Один пояс, один путь в Пекине». 27 апреля 2019 года. Американский лидер уже не раз пытался манипулировать рынком посредством твитов. Так, в апреле прошлого года он сообщил, что США не потерпит искусственно завышенных цен на нефть, навязанных нефтедобывающим картелем. Твит он опубликовал как раз после встречи представителей ОПЕК в Джидде, Саудовской Аравии, где обсуждали способы сокращения добычи нефти и поддержки цен. Впрочем, на ОПЕК это особого впечатления не произвело. Весь прошлый Трамп атаковал ОПЕК твитами по поводу нефти, и цены действительно снизились, правда, совсем по другим причинам. А в итоге возвратились к уровням, обоснованным рынкам, констатирует «Блюмберг». ОПЕК вне контроля. Аналитики указывают, в нынешней ситуации попытки американского президента повлиять на нефтяные цены ни к чему не приведут. Во-первых, Вашингтон постепенно теряет рычаги и влияние на Саудовскую Аравию. Отныне в связке с Россией ключевые участники соглашения ОПЕК плюсами определяют ценовую политику. РИА Новости, Алексей Витвицкий в здании ОПЕК в Вене Десятилетиями США воспринимали Саудовскую Аравию как одного из самых близких геополитических союзников, важную стабилизирующую силу на Ближнем Востоке. Продавали ряды оружия. В ответ Вашингтон ждал стабильных поставок нефти на мировые рынки, чтобы избежать ценовых скачков и ущерба для экономики, отмечает. Теперь же становится ясно, с новым союзником, Россией, Саудовская Аравия больше не принадлежит Вашингтону. Более того, своими действиями Трамп неизбежно толкает рынок к высоким ценам. Санкции против Ирана и Венесуэлы уже создали дефицит тяжелой нефти, основной объем поставок которые обеспечивали эти два государства. В дорогой нефти Соединенным Штатам следует винить себя, ужесточение антииранских санкций в условиях, когда на рынке и так не хватает тяжелых сортов, а Саудовская Аравия не спешит компенсировать выпадающие баррели, создает благоприятные условия для дальнейшего роста котировок, подчеркивают аналитики одного из крупнейших банков в мире британского. РИА Новости Виталий Тимки в суда на причале Новороссийского морского торгового порта Эксперты предполагают, что это революционное для судоходства решение определит на ближайший год динамику нефтяных цен, поскольку создаст разрыв в поставках многих нефтепродуктов, включая дизельное топливо. Как прогнозирует Bank of America Merrill Lynch Рынок ожидает взрывной рост спроса на низкосернистое топливо. В результате цены на Brent к концу года превысят 100 долларов за баррель. Для Трампа это далеко не самая хорошая новость. Экономические советники президента США уже заявили, что вводимые Айма ограничения вероятно приведут к повышению цен, хотя оценки подорожания горючего, включая дизельное, бензин и авиатопливо, существенно различаются, отмечает Forbes. Это проблема, с которой необходимо разобраться в ходе кампании по переизбранию в 2020 году, подчеркнул совет экономических консультантов Трампа. «Последнее, чего бы хотел Трамп, это роста цен на дизельное топливо и нефть, когда люди пойдут к кабинкам для голосования», цитирует Reuters аналитика Тарика Захира Управление энергетической информацией США Оценивает влияние новых стандартов на розничные цены нефтепродуктов как весьма скромное, рост с 3,01 доллара за галлон до 3,15 доллара к 2020. Однако Международное энергетическое агентство прогнозирует подорожание дистоплива в следующем году на 20-30%. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова